Всем большой привет! Снимаю опять одна, Настя не хочет сниматься. В общем, что хочу вам рассказать. Ездили мы вчера в джоб-центр, отвозили письма, нам пришло два антрага на определение выплат, мы всё заполнили, и у меня вообще был термин. И Настя говорит, у нас же адреса поменяли, адрес джоб-центра поменяли, надо поехать по другому адресу. Поехали туда, показали термин, нам говорят, нет, у вас в другом джоб-центре термин. Мы поехали по другому адресу, приезжаем туда, а там нам говорят, нет, вам не сюда, вам в другой джоб-центр. Короче, в тот же, в котором мы и были. Мы уже туда не поехали, потому как по времени было поздно. И попросили семью Келлера позвонить сегодня там утром в жоп-центр и записать нас на термин, если есть такая возможность, вообще сегодня попасть туда. И попросили позвонить именно оператору моему. Вот, они не дозвонились. Один раз дозвонились, им сказали, перезвоните попозже. Затем я уже написала на почту своему оператору. Мне пришло письмо, тоже сразу автоматическое. Видимо, что какая-то такая фрау отсутствует. Как бы, что такое, я сейчас дословно не помню. Ну и мы подумали, ну ничего, поедем, значит, без термина попытаемся. Вдруг как-то получится. В итоге, да, получилось. А там был переводчик, отстояли очереди. Там объяснили свою ситуацию. Нам дали имейлы, на которые там надо кое-что поскидывать. Ну, в общем, все это сделали. Там будем смотреть уже дальше, какой будет результат, ответ. С отпуска сказали, выйдет мой оператор через неделю-две. Кстати, была очень такая добрая, приветливая девушка-переводчик в другом джоп-центре, в котором мы были вот как раз сегодня, не вчера. На украинском разговаривала очень здорово, так пообщались хорошо. Что еще хотела рассказать? А, и письма мы, получается, вчера отвезли в другой джоп-центр, то есть не наши. Кинули их в почтовый ящик. Теперь вот в размышлениях, дойдут ли они, может, как-то передадут в наш джоп-центр эти письма, не знаю. Тоже надо будет написать на e-mail, спросить, потому как ехать туда не имеет никакого смысла. Вот. Будем как-то разбираться, не знаю. Ну, а сегодня мы вот недавно совсем пришли, у нас нереальная жара, просто очень жарко. То вот буквально день назад, реально день назад мы ходили чуть ли не в курточках, и все на улице ходили реально в курточках. Я в жилетке ходила. А сегодня уже плюс 27, очень-очень жарко вообще. Ну, в этом видео вы посмотрите, чем мы занимались вчера, чем мы занимались сегодня, выйдет видео уже завтра. И, кстати говоря, уже, получается, да, завтра мы едем к семье Келлер. В общем, как-то так, смотрите, чем мы занимались вчера. Ребята, смотрите, что мы нашли. Справедничный скарб. В Германии найти чипсы с крабом, это просто нереально. Это область и фантастика. Ты говоришь, как они догадались? Ну, отгадывать, в каком магазине мы их приобрели. А здесь сколько грамм? Семьдесят грамм, Настя, два, пятьдесят девять. А, я думала, три, пятьдесят девять. Два, пятьдесят девять, не дай бог. Сейчас мы попробуем их, и вам расскажем. Похожи ли они на те самые? Может быть, будет сейчас мукбанг на лавочках в нашем центре города. Профессионал, начну кормячки. Мы уже пришли лавочки. Да, ну, может, встанут. Нас, открывай. Да, сейчас я хочу уже, если, давай, попробуем. Я хочу сказать вам, ребятам, что, я думаю, что это прям божественно вкусно чипсо, но вкус отдаленно есть, но у нас есть. Это как будто не оригинал, но я не знаю. Вообще не то. Вообще не то, на самом деле. У нас в Украине такие по вкусу дешевые, только не острые. Да. Ну, два пятьдесят девять за такую пачечку, это бред. Так, когда мы-то съели, ну, сколько? Ну, пусть шесть чипсин только что. Ну, да. А когда вам сняли перед этим, мы вообще их не ели. Угу. Короче, я не рекомендую. Не дождусь чипс. Я не рекомендую. Да, я тоже. Здесь за два евро можно купить двести грамм пачку чипсов. Ну, сто пятьдесят, нормально. Так что, всё. Давай, это тут, блядь. Зашли в Тедди. Слабра, дорогая, семнадцать евро. Келлера родители могут приехать, нам помочь, если нужен инструмент. Ну, я ж не знаю. Потому что я не помню, наш волонтёр говорил именно это и именно это. Давай и то, и то возьмём. В принципе, да, оно всё одинаково. Оно подойдёт же? Да, в том, 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 в том. Наш дома, кстати, такого уже. Да, как раз попросим, чтобы сделать. Да, инструменты просто, ты говоришь, что это. Это, наверное, раскручивать ключиком каким-то специальным. Так что, вот, возьмём. По скидке стоило восемь евро. Это лейка или как? Как вот это называется? Лейка? Ну, да. И вот шланг к лейке. Так что, всё, берём. Миша, значит, ребята нашла. И, как вы можете заметить, мы зашли в магазин. Как он называется? Мазин. Треди, я уже сто раз. Я сказала, что она дорогая. Всё. Теперь нужно поискать нам швабру. Он смотрит на... Ты не можешь дать ему посмотреть, что ему надо выбрать. Извините. Что, манешь или что? Швабру тоже человек хочет. Что ещё надо? Вейник. Может, Настя постоянно берёт себе мочалки по евро. Вот здесь три за 2 евро. Берёшь. Как бы выгодное уж так предложение. Ладно, пошли дальше. Дорого ты, а хитер, может, десёль? Не знаю, что точно не десёль. У нас с Настей спор. Я говорю, что открыта упаковка. Что тут вода. Я ей говорю, что, скорее всего, не надо это брать. Что оно не просто нерабочее. Всё, какие бросаем. Вот вам и скидка. Давай в другом магазине возьмём. Так, ребята, значит, приехали мы уже домой. Мы были в центре. Нам нужно было в джоп-центр. Но это мы расскажем в следующем видео. Что к чему. Но мы не попали туда. Вообще-то такой кошмар. Это долгая история. Поэтому расскажем вам в следующем видео. Что же произошло интересное у нас с джоп-центром. Так, из-за того, что мы не попали в джоп-центр, мы решили прогуляться по городу. Мы купили билеты, значит, и решили скупиться немножко бытовыми такими предметами. Так, что мы купили. Это мы зашли в азиатский магазин. Вот. Купили такие мивина. У нас говорят мивина. Лапша, не знаю, с креветками. Нам очень нравится. Когда-то брали, покупаем. Иногда, когда в центре были, то покупали очень вкусно. А еще, ребята, очень вкусно, когда если добавлять реальные креветки. Называется мама. Ну, я так говорю. Я не знаю так. Тебе пачки по 99 центов. Так. Что дальше? Дальше мы гуляли, гуляли, значит, по центру города. Поняли, что зашли в КИК. Не могли найти, не знаю, на матрасников не было. Были такие же на матраснике, как у меня, которые я купила уже. Поэтому поняли, что будем что-то, может, плед какой-то купим в дальнейшем. Завтра, послезавтра еще будут дни. Завтра, скорее всего. А сегодня мы такую закупочку сделали маленькую, но тоже дорого. Я считаю, дорого. Значит, смотрите. Это мы уже на район приехали. И что мы купили? Вот. Для унитаза. Такая штучка. Стоит она около 3 евро. Да, 3 евро. Дороговато. Пока я не зашла в Рослан, не посмотрела, что я за 2 евро могла сэкономить. Такое же самое. Потом была удивлена. Дальше. Дальше. Значит, купила я вот такую палочку для швабры. Стоит она очень, ну как, очень дорого. 3 евро. 2 чем-то. 2,89 до 3. Блин, неудобно. Я же решила поставить, чтобы не запачкать, чтобы вы там не писали, что вот. Так. Сейчас я вам покажу. Купила, значит, лейку. Не знаю, надолго ее хватит, как она будет работать. Сейчас попробуем вместе с вами. Вы видите, как я буду устанавливать ее. Такая леечка. Ой, я честно не помню. Это в польском магазине. Я уже не помню, какой называется. Напомните мне. Ну, недорого у нас получилось. Дешевле кипать и так дальше. И взяла на всякий случай, вдруг там, может, не подойдет шланг такой. Потом, может, семья келер к нам приедет перед тем, как нас забрать. Они должны нам шкаф починить. Я думаю, что они, конечно же, нам помогут. Сейчас я только увижу. Просто мне кажется, надо было им на лейку. Но на всякий случай запасной вариант. Вот, есть шланг. Видим. Сейчас будем чинить вместе с вами. Дальше. Дальше мы купили освежитель такой. Лайм. Такой нормальный. Понравился. Сойдет. И что еще? Вот. Самое главное. Мы купили ведро такое глубокое. Надо было поменять. Чтобы тряпочки там все вымываются. Там для пола это ведро и так дальше. Ой, честно, ребята, я сейчас не вспомню. Я знаю около всего, сколько все вышло. И что еще купили? Вот ведро мусорное. Купили новое, потому что у нас его не было. Решили вот такое ведро стоит. 6 походу евро или сколько? Это тоже в польском магазине. Накрыть, вот так поставить. Ну, короче. В общем, это все у нас обошлось. Там еще вода в 28 евро. Я была в шоке. Вроде ничего не взяли, но вышло очень-очень дорого. Итак, ребята, сейчас будем продолжать. Я хочу показать, как мы будем настраивать все-таки лейку. Хочу починить. Я думаю, что лейка у нас плохая. Нужно поменять на новую. Вот сейчас я вот посмотрю, как она будет. Аня будет снимать. Увидим. Субтитры создавал DimaTorzok